всем привет с вами лари и вы на канале про хобби а это наша рубрика о фигурках которые мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей и сегодня я для вас открою красивого мальчика по имени йоко курама из аниме сериала который в русском переводе звучал как отчет об устье духов само аниме достаточно старое 1992 года выпуска и принадлежит выполнено по манге йосихиро тагаси также известного по своему произведению hunter x hunter само аниме достаточно старое 1992 года но оно известно еще и тем что в свое время по рейтингам обошло такого гиганта как dragon ball z ну что давайте вскроем коробку посмотрим на нее только вначале коробочка кстати такая ну как цветастенькая черно-малиново-белого цвета вполне себе в цветах хотя не знаю можно ли так сказать цветах union creative потому что производитель фигурки union creative фигурка простая с окошками по бокам на лицевой стороне сверху что можно было рассмотреть саму фигурочку и с фотками фигурки и информации там производители сайт предупреждение о том что это не игрушка что там причем здесь так жестко написано 15 лет просто прикиньте на был графическая наклеечка на качество не подделка 20 слушайте 25 девятнадцатого года но мангу может пораньше уж ладно давайте йока зафиксирована в мягкий блистер задничек как всегда серый фон фигурка обложена полиэтиленом что самое интересное нет юниновская юниу господи я не выговорю это в общем нет их подставки вот этой треугольной я я на самом деле первый раз таким сталкиваюсь потому что у меня все фигурки от юнионов они с треугольными подставками типа их знак там полиэтиленчик и вуаля итак кто же такой йока курама перед нами форма юкая юкая это демоны он демон с-класса то есть там чуть ли не самый-самый крутой управляет он растениями применяет их как в бою так и при лечении может лечить и людей и юкаев ну то есть себе подобных почему я говорю что у нас форма юкая потому что по аниме он становится человеком получает возможность стать человеком в человеческом обличии он выглядит немножко по-другому сейчас на коробке было вот видите с красными волосами это он же только в человеческом обличии то есть его человеческая форма зовут его как человека минамина шуичи или шуичи да простят меня покойники данного сериала вот сил в человеческом обличии он как бы их не теряет просто они немножечко слабеют вот перед нами же форма юкая давайте смотреть я кстати слышала ну как слышала читал на формах очень много негатива на эту фигурку сейчас будем как бы проверять смотреть действительно ли это так или там люди просто придирались ну да сразу могу сказать что да вот эти вот жуткие швы на руках о лицо не знаю лицо мне кажется у юнионов у них у всех такие лица такие с каким-то непонятным выражением лица знаете этой серии меня ударили пыльным мешком по башке так что мне норм лицо такой носик у него по крайней мере не клюв ушки ну волосы да можно было бы поаккуратнее сделать здесь вот вот эти вот прястыки прядок потому что видимо отливали их отдельно конечно просто вот этот воткнутая прядь вот это вот вот такая вот ну слушайте реально они могут сделать лучше и как бы делали лучше и как бы в чем проблема давайте немножко тех господи кошмар какой вы посмотрите на этот шоу аж поперхнулась глядя на всю эту красоту давайте немножко технической информации фигурка вышла в июне 2017 года но будет повторный релиз зачем в апреле 18 нынешнего года на момент релиза этого релиза фигурка стоила 9500 иен без учета доставки зачем они делают повторный релиз я не знаю а вы пишите в комментариях по-моему это так смешно так забавно вот мне кажется кстати что вторая фигурка вот его в человеческом обличии мне кажется получше будет ну хотя не знаю я ее в живьем не видела господи эти руки прекрасные просто ему свело пальцы и он сидит не подает вида что в нему их свело и он такой разочарование года не слушайте меня все ну знаете кстати вот что ради чего эту фигурку покупают я кажется догадалась это вот эта часть ну потому что она реально хорошо сделана это единственное что у нее сделано хорошо хотя я вот не совсем понимаю как бы грудь может быть конечно я аниме просто не смотрела может не в аниме как бы грудь так просто что типа вот здесь типа грудь но так как это демоническая форма в соске это рудимент мужчинам они не нужны я конечно это понимаю но что и да я понимаю почему нет подставки ну потому что он банально не нужна он прекрасно сидит размер фигурки 12 с половиной сантиметров масштаба нет потому что юнион не масштабирует свои фигурки вот и прекрасный хвост хотя тоже знаете так ну как-то если бы он не был белым а был например коричневым то выглядел бы очень странно ну ладно это мои больные фан соломанная нога я все это вам покажу на крупных планах описывать я думаю что рассказывать о нем что-то на крупных планах не имеет смысла вы все сами увидите цвет вы тоже все это видите тут как бы особо цветов то и нет белый серый бежевый и глаза плюс глаза вот поэтому уходим на крупные планы а потом рейтинг уходим на крупные планы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, рейтинг? По-быстренькому. Реалитетность? Никакой. Будет новый релиз. Непонятно зачем. Цена? Ну, я в дам полбалла, потому что здесь с половиной тысячи йен. Все-таки за то, что они налепили, это дороговато на самом деле. Это без учета доставки на минуточку, да? То есть это ладно. Ладно, если вы будете покупать это здесь у нас, в наших магазинах, его, он будет еще дороже. Потому что они же тоже платят за пересылку, за доставку. Вот. И в любом случае 9,5 тысячи йен без учета доставки, а доставка там еще полторы йен, наверное, выйдет. Плюс-минус. Вот. Дорогое. Ну, то есть условно за такое качество дорогое. Поэтому, ну, совсем балл не буду снимать, полбалла. Габариты шикарно, вот за это плюс. 12,5 сантиметров. Встанет на любую полку. Ура! Мне кажется, это будет единственный плюс, потому что качество, фигня качества. Вы все видели сами, я все сказала. Нельзя так делать, юнионы, вы что творите? Фу на вас, фу-фу, бросьте вяку, бросьте, нельзя так делать. Ну, ладно, ну, как бы не буду снимать балл, но полбалла. Полбалла за качество. Мы как... Ну, хотя нет, давали, давали, да, мы. Полбалла за качество. Ну, слушайте, дерьмо случается, да? Вот. Кто ж знал-то? Опять-таки, да, ожидание реальность. Нет, на картинках, ну, как бы нет, да. На картинках все это, конечно, вот эти вот швы, они были на картинках, но как-то в глаза так не бросались. Серьезно. Полбалла. Ожидание реальность. Реальность оказалась суровее ожиданий. Нет. Итого у нас все плохо. У нас целый балл только за габариты получил лисеныш. Это же лис? Лис. Ну да, наверное. Вот. Совсем мало набрал. Кошмар какой. Не знаю. Если только вы прям мега-мега фанат, то, знаете, у Катабуки выходила фигурка, его же такая стоячая. Вот. И она, говорят, получше была. Я ее вживую тоже не видела, не знаю, ничего не могу сказать. Но если вы прям фанат, если у вас мало места, но вы хотите его фигурку, да, и там, ну, в полный рост, например, у вас не... В полный рост, ну, в смысле, стоячая фигурка не поместится, тогда, да, наверное, я вам могу рекомендовать это. Но, знаете, это фигурка из серии смотреть издалека. Так вот. Сломанная нога. Ну, да, издалека-то он неплохо смотрится. Че, его повыше на полку куда-нибудь, знаете, за сандалий эти нормально. Ну, так-то, да, издалека ничего. Нормально, да? Вот. Вот, наверное, так вот только посоветую. Ну, если вы там прям фанат, фанат, ну, или если вам нравится красивый мальчик, потому что мальчик действительно красивый, то есть у него здесь все хорошо, он такой весь только в штанишках. Вот, поэтому. Если вы девочка или любитель мальчиков, любитель, любительница, потому что девочки есть, которые не любят мальчиков, а мы толерантный канал, вот, я могу посоветовать, а так, ну, как-то все не очень. Уж извините, что вот так вот расстроила вас этим выпуском и этой распаковкой. А у меня на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Рассказывайте о нас своим друзьям. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Шмакайте на этот долбанный колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых выпусках, пока, правда, еще никто не жаловался, что он не приходит. Вот, пишите в комментариях ваше мнение об этой фигурке. А мы и дальше будем радовать вас. Мы и дальше будем радовать вас, постараемся классными фигурками. Так, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok